Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара Лёву. Мы не будем обсуждать подробные технические характеристики, в конце видео я добавлю вот здесь вот вверху ссылочку на обзор Лёвы с подробными обсуждениями его ТТХ. Сейчас же мы просто возьмём машину, взорвёмся в бой и посмотрим, что она может. Скажу, почему мы это будем делать, да потому что сейчас в магазине есть предложение по покупке Лёвы отдельно за 5,5, причём я бы сказал, что предложение довольно вкусное. 5,5 тысяч голды за восьмёрку, у которой 185% фарма, с легендарным камуфляжом, открытым всем оборудованием. Все остальные какие-то вот эти вот типа фишечки, которые добавляются в виде там скольки-то дней према, ещё какая-то шелуха типа бустеров, нафиг не нужный аватарщик. Короче говоря, этого всего в наборе нет, вот просто то, что надо действительно для танка. Ну, я бы даже сказал больше, потому что легендарный камуфляж, ну не является обязательным. И можно приобрести Лёву в составе набора за 11 тысяч, это для тех ребят, у которых нет ни одной из этих четырёх машин, ну и соответственно скопом можете взять за 11 косых, у кого денюжка есть. Мне лично предложение за 11 тысяч такого наборчика нравится. Мне просто нравится Тигрик, можете посмотреть обзорчик на Тигра у меня на канале, буквально недавно я его снял. И можете посмотреть Панзер М10, что собой представляет. Честно говоря, Панзер Мид 8,8 у меня в коллекции нет. И я пока нахожусь в раздумьях, покупать его или не покупать. Короче говоря, за 11 тысяч я бы, честно говоря, наверное даже взял бы три машинки, вот этих вот. Ну, они мне плюс-минус нравятся. Но здесь уже решение за вами. А сегодня мы поговорим о Лёвчике, а точнее посмотрим, что он может непосредственно в бою. Пока мы запрыгиваем в бой, я хочу попросить каждого из вас подписаться на канал по жёлтому шильдику в правом нижнем углу. Я снимаю исключительно честные обзоры, никем не проплаченные. Я играю так, как получается у меня и, соответственно, показываю вам честный обзор на машину. Как она себя ведёт в руках среднестатистического игрока. Я не делаю склеек, ничего не вырезаю. Вот как отыгралась, так и показываю. Я думаю, что это и есть честный обзор на технику. Это лучше, чем просто взять какую-то машинку, откатать на ней 10-20 боёв, найти из них самый красивый бой с огромным количеством наносимого урона, выставить это всё в виде красивого видео на YouTube-канале и сказать, что вот она машина, просто-таки имба. Ну, это моё скромное мнение. Если вы с этим мнением не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Итак, заценивать Лёву мы не будем, там что-то обсуждать, но давайте хотя бы кратенько. Машинка едет вполне-таки даже себе бодренько. Я не могу сказать, что он сильно медлительный. Вообще, Лёва — это машина бывалая в боях. Эта машина практически с первых дней создания самой игры в виде према. И раньше Лёву можно было купить вот просто зайти в дерево исследования Германии и вполне спокойно приобрести себе его. В любой момент стоил он, по-моему, то ли 7400, то ли 7200. Ну, короче, что-то в районе 7500. Прямо в любой момент заходи, бери, не хочу. Потом Лёву из веток убрали. И теперь Лёву периодически выставляют на продажу. Вы зададитесь вопросом, почему восьмерку с коэффициентом в 185% выставляют за такие существенно небольшие деньги. Я скажу вам честно, Лёва, он немножечко морально устарел. Эта машинка уже настолько долго в игре, что она просто всем игрокам приелась. И разработчики для того, чтобы хоть как-то повысить интерес к этой машине, поднять немножечко, да, там, интереса на неё, они поднимут, ну, опускают на неё ценник для того, чтобы у ребят было больше желания голду на неё потратить. Вообще, в целом, машинка годная. Но машинка с бородой, седовласая. И понятное дело, что все ребята, кто давно играют в танки, они больше хотят получить машинку, ну, какую-нибудь новенькую, какую-нибудь интересненькую, кардинально отличающуюся от других. Короче говоря, новизна, она всегда в цене. А Лёва это такой бывалый старичок, у которого седовласая борода, у которого седые волосы. И эта машинка, ну, знаете, такая дань уважения танкам, вот в первую очередь. Хотя машинка, ну, я бы сказал, что порой очень даже годная. У кого нет премчиков, вот прям совсем никаких, и с голдишкой не сильно густо, я бы вам рекомендовал присмотреться к данной машинке, потому что за пять с половиной тысяч получить прем, который довольно неплохо фармит. Но это предложение, я бы сказал, довольно-таки заманчивое и вкусное. Я, конечно, понимаю, что в данном бою заценить машину не совсем получилось. Мы вот так вот нагло, товарища, доберем просто своей тяжелой тушей. Возможно, даже на нем зависнем. Хотя очень надеюсь, что сейчас в Лёву еще что-нибудь накинем. Вот он на нас как раз выезжает. Короче говоря, ребят, мне машинка кажется морально устаревшей, но еще раз, мы обсуждаем эту машину как за цену в пять с половиной тысяч. В первую очередь, я бы рекомендовал присмотреться, как я уже сказал, тем, кто не имеет вообще премов, и ему надо хоть что-нибудь, на чем фармить. Разнесли нас, ребят. Да, действительно, хотелось бы дожить до конца, хотелось бы увидеть смерть вот этого Льва раньше, чем того, на котором катался я. А теперь давайте по тушке. Бока прошивают, башня не прошивается, очень тяжело пробить. Сами видели, как я в Лёву выцеливал. В целом машинка для новичка очень даже играбельная. Многие вещи она прощает. Что действительно не прощает, так это открытый голый нижний бронелист. А в основном, ну, довольно неплохо машинка катается. Итак, 2240 единиц, 4 уничтоженных противника, ну, вы видели, что мы добирали недобитков. Хотя, опять-таки, ребят, скорость перезарядки радует. 63,7 тысячи серебрухи фарма. Давайте посмотрим, что это у нас было. Это у нас было без учета премиум аккаунта. Но, согласитесь, за такой плёвый бой 63 косых серебра, ну, по-моему, довольно неплохо. Давайте взорвемся еще в один бой. Дело в том, что предыдущий я не могу сказать, что был прям вот совсем показательный. Ну, я бы не сказал, что Лёва прям вот так вот легко всегда отыгрывается. Бывают сложные бои для него. Но, в первую очередь, почему считаю за необходимость отыграть еще одну катку. В связи с тем, что в предыдущем бою нам просто посчастливилось абсолютно беспрепятственно взорваться в тыл к врагам и позабирать недобитков. Да, то есть, не знаю, насколько это честный обзор на машину. Поэтому, я думаю, что стоит нам зайти еще в одну каточку. Поехать на какое-то направление вместе со своими союзниками, а не самостоятельно пройти куда-нибудь в корму кому-то. Ну, и попытаемся там потанковать. Сейчас посмотрим, кто куда. Ну, и в зависимости от того, куда ринется вся команда, туда поедем и мы. Я бы на Лёве остро не рекомендовал пытаться продавить самостоятельно какое-то направление. Если вы выйдете на кого-нибудь, у кого будет существенно лучше КД, или если вы взорветесь куда-то, где будет несколько противников, смело можете рассчитывать на то, что первое, что попытаются сделать, это зайти к вам либо в корму, либо с борта. То, что я пытался сделать с Лёвой в предыдущем бою. Я имею в виду с вражеским Лёвчиком пытался сделать в предыдущем бою. В целом же машинка довольно прикольная. Особенно, если у вас есть поддержка. Вот сейчас у меня в виде поддержки две ПТшки, которые сзади меня стоят и пытаются контрить это направление. Но делают они это зря, потому что, если даже ЛТ находится у нас по правому флангу, ну, соответственно, здесь особо ловить нечего. И ПТшкам необходимо подтягиваться сюда для того, чтобы заходить в тыл к врагам. А не стоять там и ждать, пока враги сейчас приедут к ним с борта. Но, ладно. Выбор игроков, выбор игроков. Мы же пытаемся сейчас куда-то протиснуться. Под ПТшку вылазить желания абсолютно никакого нет, которая здесь стоит за укрытием. Значит, будем пытаться проехать как-нибудь снизу к ней. Да, подниматься в горку, конечно, на Лёве удовольствие то еще. Я бы не сказал, что танчик сильно тяговитый. Поэтому я бы рекомендовал все-таки искать где-нибудь такие карты. На картах я имею в виду ровности, на которых Лёва еще хоть как-то едет. Скоростью, конечно, он там какой-то особой не отличается. Вот, пожалуйста. Борщ думает, что... Сейчас я по своей глупости вылезу, а бы как. Но, честно говоря, выехать бортом на борща, ну, как бы сразу отхватить. А мне этого не хочется. Ну, вот, пожалуйста, рикошетная башня. Есть рикошетная башня. Борщик-бедняга бежит как только может. Он даже решил покончить жизнь самоубийством. Не знаю, наш фраг или не наш. Ну, будем считать, что наш. Потому что, если борщик нас испугался, значит, не просто так. Итак, по точности орудия сейчас будем заценивать. Есть такая возможность. Ну, согласитесь, довольно неплохо Лёва отыгрывает на дальних расстояниях. Я сейчас... Ай, зря. Зря, ребят, я потратил серебруху. Честно говоря, надеялся на то, что я его доберу, но добрали до меня. Хотя шансы были. Нас осталось двое. Против нас три ТТшки. И, кроме как подтягиваться туда, к Тигру наверх, вариантов у меня других нет. Поскольку я уже говорил, что Лёва, он сам направление не выдержит. Ну, бывает, конечно, да, там какие-то стычки. Но, всё-таки, ребят, пытайтесь играть вместе с кем-то. И не давайте заезжать к вам в борта на этой машине. Так, ну что. Надо с этим что-то решать. У Тигрика что-то не сильно получается. Вот самое неприятное, то, что мы находимся на возвышении, а значит, наш нижний бронелист, он сейчас будет светиться, как новогодняя ёлка для соперников. Радует то, что соперники находятся у нас все за холмом. И пока у них не хватает... ...подъехать с правой стороны. Или хотя, ну вот, всё, пожалуйста. Ёх, понял, что надо делать. Поторопился я немножко. Я надеюсь, сейчас у Тигрика хватит сил немножко подержать Ёхо. Так, ну кроме как ускоряться по перезарядке, вариантов других нет. Да, поторопился я. Чё-то начинают нервы сдавать. Довольно напрягающая игровая ситуация. Я бы сказал, крайне неприятная. Так, ну что, бежать, бежать, сдавать назад. Итак, ребята, остался я один. Не сильно, конечно, удобная ситуация для меня. Но кроме как продолжать сопротивляться, вариантов других у меня нет. Жаль, сейчас Чифтейна я разнести не смог. Отправить его в ангар. Буду пытаться куда-то прятаться, отходить. Ребят, никогда не сдавайтесь. Ни при каких условиях, ни в коем случае сдаваться в игре нельзя. Боритесь до последнего, даже если вы понимаете, что вам в принципе уже ничего не светит. Всё равно оставайтесь в строю, всё равно продолжайте бороться до последнего. Ни в коем случае сдаваться нельзя. Вы просто обязаны бороться до последнего. Так, сейчас Чифтейн понимает, что сложность заключается в том, что его альфы не хватит. Вот друг психанул, и это наш шанс был на победу. Ребят, мы выгрызли эту победу. Почему я говорю? Никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не сдавайтесь. Не поднимайте пушку, что бы в бою не происходило. Сколько бы врагов не было. И я думаю, что это и есть залог успеха практически в каждом бою. Грызть врага до последнего, это ваша задача. 3360 урона, 3 честных фрага, знак классности второй степени. По серебру. Я думаю, что нас не обделили. Нам дали 109 серебра. И по результатам команды, безусловно, мы на первом месте по урону. Вот такой вот он Лёва. Вот такой вот седовласый старичок, который ещё довольно-таки круто может, как оказывается, в современном рандоме. Покупать или не покупать за 5,5, безусловно, решать вам. Моё же было дело показать вам машинку, такой, какой она есть, в руках среднестатистического игрока. Я не имбовый. Я не суперскиловый. И для тех, кто не знает, вот вам моя официальная статистика. Ну, неофициальная статистика. У меня в районе 55% побед. 45% это просто мне помогли те ребята, которые просто брали мой аккаунт на телефоне или планшете просто на поиграть. А мне никогда не жалко, потому что за статистикой я не гоняюсь. Это был честный обзор на Лёву. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал по Жёлтому Шильдику. Я вам буду безумно рад и безумно благодарен за поддержку моего канала. Всех благ, мирова, любви и спокойствия.